Друзья, здорово! Всем привет! Я сегодня долго думал, что снять для вас, для красавчиков. И у меня было три варианта. Первый. Карьера за Арсенал Лондонский только воспитанниками. Второе. Сборная тех, кем интересовался Арсен Венгер. Третье, что я хотел снять для вас, это рубашку. Но это только за 5000 лайков. Мне позвонил дед и говорит, Антоха, что ты думаешь? Вариант один. А как у нас принято, слово деда это закон. Да и тем более, сборная тех, кем интересовался Арсен Венгер, по сути, это сборная мира. Потому что, ну вот, про какую звезду не поговори, Венгер скажет, а вот было дело. Я за него предлагал 2 доллара, когда ему было 3 года. И знаете, когда я собирал сборную этих самых воспитанников, Я думал, что сейчас будет команда просто супер-мега-топорей. Ну, оказалось, что не так-то все и здорово. Потому что, ну вот, лично у меня в башке, я как фан футбола нулевых, когда вот Арсенал, это была команда молодых бестов, Фабрегас и все остальные, да, там, Аршавин, хотя Бентнер. Да, но оказывается, что далеко не все были воспитанниками. И вообще, я взял много тех, кто был до Арсенала где-то там. Например, Фабрегас был в Барсе, да. Но первые свои матчи на взрослом уровне, именно он сыграл в Арсенале. И вот таких вот ребят будет много, потому что, если их убрать, это вообще будет команда уровня, не знаю, вонорамы какой-нибудь. Приятного просмотра. Комментарии, говорящие в подписке, приветствуются. Что я сейчас только что сказал, окей, повторю, но помедленнее. Лайки, колокольчики, комментарии про мою великолепную рубашку приветствуются. Давайте с командой знакомиться и проверять, кто, так сказать, родился сиськой Венгера во рту, а кто пришел в команду лет в 15, но тоже стал практически воспитанником. Энергичный Сескфабрегас. Ну, братан, с выносливостью 10 я бы, наверное, завязывал таким энергичным быть. Все-таки сердце-то не железное. Почему среди приемов предпочтительных нет финтов с мечами его жены? Из той же оперы в плане воспиток воевомости у нас человек, взявший походу усы в наследство у своего деда, зажигавшего на дискотеках 70-х. Это Серж Гнабри, дорогие друзья. Да, он как бы начинал в Штутгарте, но там ни одного матча не сыграл, а вот первые матчи и даже первые голы он забивал и играл за Арсенал. Легенда всех карьер, если вы играете на уровне Англии где-нибудь в третьем дивизионе или в чемпионшипе, это Исаак Хайден. Вот это вот первый прям вот воспитанник. Знаете, вот мне 30 лет и в принципе я жил довольно спокойно до этого дня, потому что сегодня я узнал, что за Алекса и Вобби, господи, отдали 44,5 миллиона. Не за 10-этажный коттедж, не за бесконечную шаурму. Могли бы в конце концов мне заплатить, я бы за эти деньги начал бы карьеру за летний дождик и снимал бы ее где-нибудь на частном острове. Когда я читаю имя этого футболиста, мне хочется поиграть во вторую мафию. Просто, блин, винокур от мира футбола, юморист, приколист, ловкач. Эх, был бы у меня вот такой мавдиди в этой команде. Но у меня всего лишь вот такой, так сказать, более реалистичный. А вот и первый абсолютный ноунейм в этой команде, Игнаси Микель. Кто это, что это, я не знаю, но откуда я знаю. Его купили за 2 миллиона из Корнелии в 2008-м. Довольно, ну, не копеечные деньги. Если верить FM, на нем даже заработали. Хотя вот что инфляцию пососали. Не так много из тех, кто в нынешнем составе лондонцев существует, в этой команде остались. Один из них это Адмирал Нельсон. Ну, конечно, на уровне молодежки ункете дела получше идут, чем на взрослом. Боже мой, да это же сам Букаёс Сака, герой всех английских школьников. Еще один футболист, Эмиль Дитров, который пережил чистку состава от меня. Да, так уж вышло, что ни одного английского именно вратаря в нашей команде не будет. Ченсны... Ну, по моим критериям он подошел, потому что за Легию и Агроколу у него ровно ноль матчей. Чтобы понимали, лучший воспитанник арсенала, именно что вратарь, и причем англичанин, это Джеймс Щиа. Ну, блин, лечиться надо, а не за нас играть. Вы скажете, что Натантелло улыбается во все свои 32, а я скажу, что он улыбается на все свои 62 тысячи долларов. Как это? Эх, мне бы такую зарплату, я бы, наверное, так улыбнулся, что потом мне бы щеки зашивали в ближайшей больничке. У этого парня улыбка поскромнее, но и цифры совершенно другие. Чем дальше я мотаю, тем улыбка на лице игроков моих все меньше и меньше. Это можно вот так вот проследить. Эть, смотрите, эть. Это вообще арендованный. Короче, смотрите. Ха-ха! Хо-хо! Хе-хе! Э-э-э. Боюсь нажимать кнопку дальше. Там, скорее всего, футболист плачет. Слушайте, а пацанчик-то реально грустный. Друзья мои, это второй выпуск рубрики «Охреневаем со скиллов в FIFA». Че это такое вообще? А вот этого футболиста я знал. Да, 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 я знал. А вот то, что он за Арсенал начинал еще, блин, тысячу лет назад, вот этого я не знал, кстати. А вы об этом знали, а? Да, нет? В комментариях напишите. Ну, просто потом, когда я на толчке сижу, мне же что-то читать нужно. Центральный защитник, который внешкой косит под Рио Фердинанда, но не скиллами. Вы думали, я его забыл, но нет. Между прочим, в FM Белерин вполне себе еще играбельный персонаж. Уже полюбившаяся вам рубрика «Охреневаем со скиллов в FIFA». Что это так? Удары 81, серьезно? У него за карьеру полтора гола. Марк Бола, черт, я не знаю, ну, прекрасный футболист, наверное. Так, стоп, а зачем я взял Гаэля Клеши, если он играл в Каннах до этого? Ошибочка вышла, друзья мои. Ну, давайте уже не будем человека выгонять. Между прочим, ветеран. Отнесемся к нему с уважением. И вы знаете, он и Клеши, это прям такой флэшбэк из тех времен, когда прям в арсенале было много французов. От Анри до, прости господи, Диаби. Дай бог ему здоровья. Я не знаю, где он сейчас. Надеюсь, что хотя бы жив. Друзья мои, вот такой получается состав. Не самый прям мощный, скажем так, по меркам АПЛ. Хорошо бы просто выжить. И в нем еще есть одно бонусное место. И давайте кого-нибудь возьмем. Я уже, на самом деле, в принципе, так сказать, прицелился своими четырьмя глазами, кого я собираюсь брать. Это, это, друзья мои, знаете кто? Это Аарон Рэмси. Такой вот тоже воспитанник венгерских времен еще. Когда вот Арсенал играл молодыми талантами, играл красиво. И хоть под наши критерии он не совсем подходит, но, блин, такое грустное видео про него, да, где его шоу-кросс сбивает, и он там под Evanescence My Immortal страдает. И, блин, я в детстве реально слезу пустил. Поэтому вот за эти эмоции, Аарон, и за твои страдания, я тебя в мой клуб приглашаю. Правда, скорее всего, в моем клубе твои страдания продолжатся. Мне представляется, что Арсен Венгер хотел играть в некую британо-французскую тикитаку, поэтому мы это и сделаем. Давай посоветуй мне составчик. И, по мнению ассистента, стартовый состав должен быть таким. Кто такой Балард, мне интересно? Кто это? Я его что пропустил? Я что, вам его не представил? Или что? Как я мог? Вообще, кто это такой реально? Или у меня уже в памяти провал? Нет, слушайте, я его брал. Да, пора пить таблетки. Первый у нас матч соперник, в принципе, по-божески выбран. Это Брэнфорд. Думаю, что шансы на какие-то там очки есть. Пока матч идет, и все стараются, я расскажу свою историю про молодежь лондонского Арсенала. Реально, была крутая команда в нулевые у них молодежная. Помню, когда еще был 7ТВ, когда я сидел вечерком поздним и так что-то кликаю. И там что-то был матч Кубка, они показывали английские матчи. О, мы забили гол, кстати. Болла! Прошел по флангу. Пошел по флангу, подал и Уиллок. Так вот, они там кого-то раздраконили в Кубке. Что-то типа Рейдинга, что-то такая команда средняя. И так они красиво играли. Помню, там Вэлла прям вообще разрывала. Эх, какая была команда. А тем временем 2-0. Слушайте, а моя команда-то не хуже? С метроу подает и гнобри. Это, конечно, не совсем в стиле тики-таки такие голы забивать, но какие есть. Да меня так и не уволят. Поднимаемся на шестую строчку. Неплохо, но нужно еще на две подняться. И Воби забросил на Виллок. А тут скидка. Боже мой, что творим? Венгер где-то сейчас сидит, там попивает Шато Брюто. Либо, не знаю, там это, как это называется-то, Изабелла такая в пакетах за 100 рублей. Блин, помню, один раз с чуваком в подъезде выпили по пакету Изабеллы и закусывали, сука, полосатиком желтым. Как же я потом блевал. А, в смысле, отменили? Тю, ну ладно, пока что преимущество, как говорится, очевидное. 3-0 от нас далеко не ушло. Буква СК 3-0. Арсенал, зачем тебе Артета, который получает миллионы долларов? Я готов тренировать? Ну, не знаю, ну скиньте мне на Киви квартиру в Москве и все. 4-0. С метро получает травму, на его позицию выходит Рэмси. Рэмси, не переживай. Как говорится, снаряд в одну воронку два раза не падает. Поэтому ты травму не получишь. Я надеюсь. Да и остается до конца каких-то 5 минут буквально. Оп, давай-давай, доминируй, побеждай. Ну, а теперь промотаем до конца сезончик. Посмотрим, чем это кончится. Вы просто посмотрите на это позорище. От этого позора у меня аж вебка сломалась и голос охрип. Слышите? Зато по владению мечом мы лучшие. То есть Тикитака получилось, но Тикитака устарела. Либо Тикитака в исполнении этих мастеров кожаного меча провалилась. Хотя, блин, лучше бы я настоящего мастера кожаного меча позвал Гену Букина. А слушайте, это идея. Эксперимент в ФМ. Создал Гену Букина и выпил все пиво Урала после хит-трика в финале кожаного меча. А? Как вам идея? Ставьте лайки сами собой и это будет. Ну, даже не это меня больше удивляет. Хотя, конечно, я охренел. Вместе с Венгером мы сейчас сидим и попиваем легенда Кубани из-за белла. Из одного стакана. И просто вот давимся от злости. Но даже не это удивляет. Вы гляньте, топ-3 бомбардиры. Это Солянка, Дака и Армстронг. Просто три богатыря. Хоть сейчас картину рисуюсь. Кто там на четвертом месте? Водкинс, Тони. Ну, даже они, как бы, да? Если бы здесь оказался какой-нибудь Бентнер, вернувшийся, не знаю, там, откуда, из тюрьмы или где он сейчас, я бы не удивился. А если по составу глянуть, что мы увидим, что мы увидим. Мы видим позор. А, мы уже видим позор, что я отвлекся. Ну, по оценке, только семерку двое получили. Лучший бомбардир Гнабри. Букаю Сака. Лучший по гол плюс пас. Ну, в принципе, неплохая статистика. Но это не помогло. И даже не помогла геройская победа над Манчестер Сити. Ну, в остальных турнирах, само собой, тоже все не особо-то прям и вау. Хотя вот в Лиге Европы бились, боролись, но и этого не хватило. Друзья мои, ну а в конце, конечно же, оно. Как же без нее? Это же минутка респекта. Это просто как вишенка на торте этого видоса. Просто карамель. Итак, большое спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Поставил лайк. Оставил комментарий. Пожелал мне здоровья. Я уже желаю здоровья вам. Не болейте, друзья мои. Но и отдельная благодарочка ребятам за их вопросы. Сегодня в нашу студию пришли именно вопросы. И за их небольшую поддержку канала. Если вдруг кто переживает, я на эти деньги не жирую. Я на них кормлю свою кысью. Маленькую мурысью. У-тью-тью-тью-тью-тью-тью. Где она? Спит. Ну, главное, что не шумит. Так, Буфонище заслал тридцатку и спросил, ставлю ли я индивидуальные тренировки. Я в FM. Я просто жму кнопку далее. Это все знают. На самом деле, ну иногда, да. Но очень редко, если честно. Ну, если прям вот нужно, чтобы, допустим, нам скорость прокачалась, что-то такое. Ну, это редко бывает. Собственно, ну, если ты мои стримы смотришь, то ты видел там. Пару раз точно было за всю жизнь. Зе Болотный спрашивает за Полтос. За кого Next Carriera? Так вот, за Арсенал. А так, на самом деле, не знаю, не планировал. Может быть, за... Может и нет. Кто хочет так же, чтобы ваше сообщение попало в следующее видео? Информация по этому вопросу в описании. Также там ссылки на прошлое видео и на мой Твич-канал, где я стримлю каждый день. Просто батрачу. Увидимся на стриме. Либо в следующем видосе. Пока. Рубрика «Неудачные дубли». У меня было три варианта. Первый – это карьера за Арсенал только воспитанниками. Второй – это... Блядь, я забыл. Че там я придумал, сука? Что снять для вас, для красавчиков? Первый вариант – карьера за Арсенал воспитанниками. За Арсенал, за Арсенал, за Арсенал, за Арсенал. Продолжение следует...